Особое внимание уделили здравоохранению, сельскому хозяйству, а также курортной отрасли. Глава региона отметил, что в летний период на отдых в Краснодарский край приезжают около 15 миллионов туристов. Но регион может принимать отдыхающих круглогодично. Для этого нужно развивать санаторно-курортную отрасль и больнеологию. Здравницы есть практически во всех районах края. Здесь нужно поменять психологию бизнеса, который находится у нас в курортной отрасли. Они привыкли зарабатывать то, что они зарабатывают, и не очень активно двигаются в сторону расширения своих возможностей, что позволит им еще больше зарабатывать. Поэтому еще раз говорю, что здесь нужно скорректировать их менталитет. То есть в чем я говорю, что сегодня мы зарабатываем в летний период в основном. Безусловно, сегодня у нас достаточно неплохая санаторно-курортная база. Это и пансионаты, и санатории очень хорошего качества. Нужно совсем чуть-чуть, чтобы эта база стала еще и лечебной. Если это мы сможем сделать, то круглогодичный поток людей на наше Черноморское побережье будет обеспечен. Сельское хозяйство – еще одна отрасль, которая перспективно развивается в регионе, отметил губернатор. Краевая власть активно поддерживает тех, кто уже давно работает в АПК и начинающих фермеров. При этом экономическую самостоятельность аграриев руководство региона видит в создании кооперативов. В свою очередь, посол Дании отметил, что у них нет прямой поддержки фермеров, как в Краснодарском крае. Прямой поддержки сельхозпроизводителей от государства в Дании нет. Но есть деньги Европейского Союза. И поэтому все фермеры поддерживаются. В Краснодарском крае делегация Дании пробудет три дня. Гости познакомятся с регионом и детально обсудят перспективы обмена опытом. Татьяна Говоркова, телекомпания ФКТ.